МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Сегодня в выпуске. На ковер, как планируют развивать самбо после межрегионального форума в Чебоксарах. Детский парк с приставкой «Техно», где в Чувашии будут растить гениев. Досуг брутальных мужчин. Байкеры Чувашии отремонтировали детскую комнату в больнице. Чуваш автотранс обратился в республиканскую тарифную службу с просьбой изменить тарифы на межмуниципальных маршрутах, причем дифференцированно. Этот вопрос обсудили сегодня на еженедельном совещании правительства республики. Пересмотреть тарифы решили впервые за последние три года. За основу взята стоимость перевозки одного пассажира на расстояние один километр. Причем увеличение коснется только наличной оплаты. Для безналичного расчета предлагается оставить прежние расценки. При этом величина тарифов в составе 2 рубля 63 копейки. При безналичной оплате 2 рубля 9 копеек без роста. По отношению к наличной оплате 54 копейки ниже или это 20,5%. После экономического анализа экспертизы соответствующий проект постановления будет органом регулирования разработан и представлен как проведет Кабинет Министров Чувашской республики. В Минтрансе считают, что эта мера позволит повысить кассовые контроли и прозрачность работы предприятия «Чувашавтотранс». Госслужба рассмотрит заявку и передаст свое заключение по уровню тарифов Кабинету Министров Республики. Об эпид-обстановке на территории Чуваши рассказала министр здравоохранения Алла Самойлова. По ее словам, заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Среди взрослого населения порог превышен на 26%. Это немного по сравнению с другими регионами. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика. Члены правительства обсудили подготовку к заседанию Координационного совета под председателем министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, которая пройдет в Чебоксарах 26-27 января. Участники встречи обсудят перспективы развития пищевого машиностроения, посетят производственные предприятия республики. К другим новостям. Как очистить водоем от загрязнений, чем кровь лягушки отличается от крови черепахи. Ответы на эти и множество других вопросов можно получить в Чебоксарском технопарке Кванториум. Его накануне открыли в Чебоксарах. Дарья и Ксения – 11-классница. Вместе со сверстницами они выбирают фасоны платьев к выпускному вечеру и не забывают о подготовке к очередной научно-практической конференции по экологии. Всю нужную информацию они черпают из учебников и трудов известных экологов. А практикой занимаются здесь, в Кванториуме. Мы хотим показать, как можно очищать реки, моря от нефтяных пятен. Вот смотрите. Сейчас мы опускаем магнит в воду с ферромагнитной жидкостью. Как вы видите, частицы ферромагнита и нефтепродукта притягиваются к нашему магниту. А это класс робота Квантум. Здесь ребята совместно с преподавателями моделируют самых разных роботов. Четвероклассник Максим Сивкин – самый юный разработчик. Он самостоятельно собрал робота Парктроника. Помимо нано и робота Квантума в технопарке еще четыре профильных класса. Задача не только привить детям тягу к науке, но и научить их искать полученную знанием практическое применение. Здесь мы ставим задачу, чтобы на каком-то этапе, но это не значит, что сегодня, завтра, сразу же. Дети могли вместе со взрослыми решать задачи, которые стоят перед взрослыми. На открытии технопарка присутствовал и глава республики. Он поблагодарил Министерство образования России за поддержку в реализации проекта и отметил. Он не сомневается, что Кванториум станет генератором интересных идей. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. С начала февраля в Чебоксарах нельзя будет поворачивать налево с улицы Ярославской на Калинино. Водителям запретят поворачивать налево в сторону улицы Калинино при движении от Красной площади. По мнению специалистов, это позволит увеличить пропускную способность на этом участке дороги. Такое решение было принято после многочисленных обращений водителей и жителей домов по улице Ярославская. Чебоксарцы не раз жаловались на постоянные пробки в центре города. После введения новой схемы проехать с дамбы и Красной площади в сторону улицы Калинино можно будет по улице Рождественского. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки. В Москве завершил работу отчетно выбранной 16-й съезд Российской политической партии «Единая Россия». Делегаты съезда выбрали на новый пятилетний срок председателя партии Дмитрия Медведева. Сохранил полномочия и председатель высшего совета Борис Грызлов. В работе съезда приняли участие представители Чуваши. В течение двух дней делегаты съезда обсуждали важные направления развития страны. Многие из них уже были сформулированы в народной программе накануне выборов 2016 года. На семи дискуссионных площадках обсуждали аграрную политику, здравоохранение, образование, культуру и жилищно-коммунальное хозяйство. В разговоре приняли участие и федеральные министры. Политическая партия «Единая Россия» является главным, мощным политическим ресурсом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня на самом деле очень много было интересного, потому что вчера на дискуссионных площадках с участием федеральных министров обсуждали новые перспективные направления. Это практически продолжение программы и российское село, и образование, и здоровье будущего, плюс хозяин домя. Все эти перспективные направления уже нашли отражение в бюджетах, как федерации, так и региональных бюджетах. Подробнее о работе 16-го съезда «Единая Россия» мы расскажем в завтрашнем выпуске программы «Республика». В Чебоксарах перед судом предстанет сотрудник строительной организации, из-за халатности которого во время работы на московском мосту с высоты 11 метров упал рабочий. Последний получил черепно-мозговую травму. По версии следствия, 3 августа прошлого года в Чебоксарах обвиняемый не обеспечил достаточный контроль за состоянием охраны труда на веренном ему участке на объекте реконструкции московского моста, а также наличие защитных ограждений. В результате 49-летний работник при выполнении монтажа и раскрепления опалубки на одной из опор моста сорвался с высоты около 11 метров и при падении получил черепно-мозговую травму в форме ушиба головного мозга тяжелой степени, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Следовательно, в настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Мотоциклисты Чувашии обустроили палату для малышей в Новочебоксарской детской больнице. На свои средства и своими руками. Наша съемочная группа побывала в больнице и убедилась, получилось красиво. Никаких серых стен, белых потолков, железных кроватей. В такой палате легче отвлечься от переживаний, открыться миру, довериться добрым рукам. Ребенок прибыл не говорящий, не одетый, голодный и в стрессовом состоянии. За три недели ребенок стал разговаривать, общаться. Он даже подавал сегодня врачам руку, и вы видите, что у него совершенно изменилось настроение. Не только инициатива молодежная имеет значение. Наверное, все наше с вами общество должно не оставаться равнодушным. В Союзе мотоциклистов Чувашии есть свои дизайнеры, мебельщики, маляры, установщики окон. Ребята приходили работать по вечерам и в выходные дни. Меньше чем за месяц обычную больничную палату они превратили в сказочный цветущий мир. Они проявили инициативу, чтобы помочь детской службе, детскому стационару. У нас есть дети, которые находятся в стационаре практически постоянно, а их в год примерно бывает 38-40 человек. Это детишки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть оборудовать палату для них, чтобы они не нуждались ни в чем. Некоторые сотрудники больницы признаются, прежде представляли байкеров совсем другими. Но вместо брутальных мужчин с суровым нравом увидели простых позитивных парней и девушек, которых объединила не только любовь к железу, но и желание творить добро. Помогали не только мотостиклисты, помогали просто заинтересованные люди, заинтересованные в добре, совершенно безвозмездном. Большое этим людям спасибо. Можно на самом деле собраться и сделать для детишек какое-то счастье, потому что дети же верят в чудо. А чудо это что? Дети же верят, что тыква может полностью превратиться в карету. Я думаю, что многие на самом деле могут также скооперироваться с друзьями и делать какие-то положительные и добрые поступки. Конечно, здорово, когда общественные организации обращают внимание и бескорыстно, без каких-то политических своих очков, а просто так подарить детям, взрослым, которые здесь работают. Вот такое чудо, это здорово. И надо популяризировать, безусловно, такое движение. Мотоциклисты Чувашии на этом решили не останавливаться, но о планах рассказывать не торопятся. Сначала дело, а потом разговоры, заметил Александр Матвеев. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Будущее самбо, как вида спорта, обсуждали в Чебоксарах. Столица Республики приняла участников масштабного форума «Дни самбо» в Привозском федеральном округе. В его рамках прошли круглые столы и семинары. Деловая часть завершилась торжественной церемонией. Поздравить спортсменов. В Чувашию приехали заместитель секретаря Совета безопасности и президент Российской Федерации «Самбо». Подробности в следующем материале. Им покорился пьедестал. Прошлый год для Чувашской школы «Самбо» выдался довольно результативным. Спортсмены не раз возвращались домой с престижными наградами. В копилке Александра Федорова теперь есть и бронзовая медаль чемпионата страны. Уже на протяжении 11 лет я стабильно тренируюсь, занимаюсь и показываю результаты. От сильного пола не отстают и девушки. Вера Латкова занимается самбо с юных лет. В прошлом году ей удалось завоевать золотую медаль на первенстве мира. Каждую победу признается спортсменка, посвящает маме. Когда я выхожу на камеру, я думаю не о деньгах, я думаю о борьбе, о результате. А после того, как выиграю, покажу свой результат, дают мне приз денежный, и я этот приз отдаю маме. На чемпионов равняются юниоры. За последние годы в спортивных секциях увеличилось количество учеников. По этому показателю отмечают гости форума «Регион занимает лидирующее место». Здесь мы видим развитие, здесь мы видим потенциал, и здесь мы собрали весь федеральный округ, приложки, для того, чтобы обменяться опытом. А где хорошая базовая площадка? Конечно, здесь. Сейчас надо ставить на задачу не шансы иметь, а, наверное, теперь иметь ежегодно члена сборной России в нашей команде. Вот эти возможности у вас все есть. За большой вклад в раздателю отмечают гости форума «Регион занимает лидирующее место». А здесь мы видим, собрали весь федеральный округ, конечно, здесь. Теперь иметь ежегодно сборной России в начать самообороне без оружия. И сегодня хочу выразить слово благодарности родителям, которые на самом деле создают для этого благоприятную следу. Когда ребенок хочет, конечно, надо полички. На форуме обсудили и реализацию другого проекта. В Министерстве образования страны предлагают обучать самбо и студентов-фузов. Гости уверены, что в этом виде спорта появится немало новых чемпионов. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Олег Якимов. Республика. Каждый год 23 января в мире отмечается день почерка или день ручного письма. Наряду с некоторыми другими отличительными чертами почерк, индивидуальная особенность человека, его рукописная визитная карточка. Что еще узнала о почерке моя коллега Юлия Важенина? Смотрите прямо сейчас. Я вам пишу. Чего же боли? С появлением электронной почты мы все реже пишем друг другу бумажные письма и все чаще стучим по клавиатуре. А жаль, ведь, глядя на исписанный лист бумаги, можно много интересного сказать о его авторе. Так ли это? Сегодня мы решили выяснить, сможет ли графолог по нескольким строкам определить характер, настроение и даже личные качества человека. Елена Михайловна, здравствуйте. Я написала текст. Сейчас будем мы с вами его оценивать. Почерк целеустремленной девушки, которая точно знает, чего она хочет. Почерк устремленный вдаль. То есть есть цель и есть совершенно четкие ориентиры, как эту цель достичь. Это вообще здорово. Но это несколько не женская стратегия, это больше мужская. Голос, конституция, движение мимических мышц – индивидуальная особенность человека. Ровно как и почерк. Например, мелкий бисерный почерк говорит о рационализме наблюдательности его обладателя. Крупный, похожий на детский, свидетельствует о доверчивости человека, его мягкости. Убористый и сжатый почерк человек чересчур расчетлив и консервативен. А вот размашистый принадлежит людям, наделенным способностью стратега, склонностью к глобальному системному мышлению и предприимчивости. Связка букв, расстояние между словами, расстояние между строчками, если мы не пишем полинованные бумаги, завитки, различные крючки, которые есть в нашем замечательном русском языке, они все говорят о степени положительного или отрицательного настроя. Конечно, исключительно сиюминутно о настроении сказать трудно, но о тенденции настроения по почерку сказать обязательно можно. Запомните, почерк никогда вам не солжет. Наука о почерках многие годы помогала ученым раскрывать людские тайны, тщательно скрываемые от посторонних глаз. Импульсы мозга настолько тесно связаны с почерком, что он дает возможность судить о чувствах, личных пристрастиях, образе мыслей и даже навыках общения. Сделать это можно с помощью графического анализа. У каждого человека свой индивидуальный почерк. Со временем и под воздействием различных факторов он может измениться. Но есть люди, которые могут идентифицировать, кому принадлежит тот или иной текст или даже подпись. Это почерковец. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, можем ли мы с вами определить, один и тот же человек это написал или нет? Давайте попробуем. Вот уже 19 лет Лилия Захарова расшифровывает почерки, сравнивает буквы и даже может определить, кто, мужчина или женщина, написали текст. Эксперт анализирует сначала общие признаки почерка, потом частные признаки. То есть, например, берет букву А, смотрит, как она пишется в спорной рукописной записи, составляет таблицу разработку почерка. То есть смотрит, как пишется первый элемент, как пишется второй элемент. Сколько раз повторяется в таком варианте написание буквы А. Все это фиксируется в таблице разработки. И вот так вот работает с каждой буквой. Лупы, микроскоп, приборы с инфракрасным и ультрафиолетовым излучением – все это главные помощники почерковедов. С их помощью можно рассмотреть, как пишется каждый штрих, нет ли передавливания или травления в документе, определенные признаки подделок. А пока мы рассматривали эти документы, Лилия Захарова уже подвела первые итоги. Ну что, скажите, пожалуйста, к какому выводу вы пришли? На 60% я думаю, что в данном документе расписался проверяемый человек, но экспертиза пока не закончена, я еще буду работать дальше. 15 дней требуется почерковедам на экспертизу, чтобы сказать наверняка, один и тот же человек написал проверяемый текст или нет. Настоящий профессионал своего дела обязательно выявит подделку. Ведь как не существует двух одинаковых людей, так не может быть и двух абсолютно одинаковых почерков. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. В Чубаксарах состоялись республиканские соревнования по лыжным гонкам среди семей на призы главы Чуваши. Кто первым пересек финишную черту, знает моя коллега Татьяна Леонтьева. Без падений в этом виде спорта никак. Крепко стоять на лыжах, правильно держать палки получается не у всех и не сразу. Впрочем, здесь, в центре зимних видов спорта, рады и тем, кто пришел отстаивать спортивную честь семьи впервые, и тем, для кого преодолеть лыжную трассу не проблема. Первыми на старт вышли представители органов власти и их семьи. Лыжи шли, снег сверху падал, народ вокруг подбадривал. Все прошло просто великолепно. И самое главное, что на старт выходят неравнодушные и выходят с семьями. Наверное, вот это залог здоровья, это залог долголетия. Детям по три года первый раз сегодня стали лыжи. Если бы такого дня не было, я не знаю, мы бы стали сегодня на лыжи или не стали. Вот это такой день, он приобщает всех, всех матерей, родителей, детей, чтобы мы вместе с внуками выходили на лыжную трассу. После массового забега началась борьба за пьедестал почета. Открыли эстафету малыши. Не запутаться в палках и не наступить на чужие лыжи в гонке с общего старта. Эта задача кажется невыполнимой. Почти три километра такую дистанцию проходила каждая семья. Участники соревновались в пяти возрастных группах. В одной из них не было равных семье Ефремовых из Брестинского района. В ежегодных гонках они участвуют во второй раз. В этом году получилось, чтобы мы вышли первыми. Очень рады, конечно. Всем советую еще участвовать в таких мероприятиях. Постоянно тренировались. Утром бегаем, вечером бегаем. Хочем все доброе добиться. А еще каким спортом занимаетесь? Мы занимаемся полиалоном. Полиалонисты. Вот сейчас занимаюсь лыжами. На ступеньках пьедестала почета тесна. Победу завоевывали всей семьей. И каждый получил эту награду заслуженно. А те, кому не хватило призовых мест, не расстроились. Тот, кто сегодня пришел, вы уже все победители. Оторвались от телевизоров, от компьютеров. Дышите просто свежим воздухом. Мы всегда бережно относились к семейным ценностям, к нашим традициям. Поэтому в течение года мы проведем очень много мероприятий для того, чтобы эти семейные ценности мы могли передать молодежи. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Таким стал первый рабочий день этой недели. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Впереди еще блок полезной информации. Я с вами прощаюсь. Наталья Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Сейчас я иду поздравляю с наступающим Новым годом одних из моих любимых клиентов. Посмотрим, как там наша мебель. Мебельная фабрика Демира. Эту кухню мы заказали на фабрике Демира. Мы очень довольны. У нас здесь есть встроенная посудомоечная машина. Все очень удобно, очень компактно. Все дверцы у нас на доводчиках, которые можно мягко открыть и плавно закрыть. Кухня – это наш любимый день. Здесь мы и обедаем, и завтракаем, и ужинаем. Встречаемся после рабочего дня. Все вместе обсуждаем все. Иногда делаем уроки. Я очень люблю свою кухню. Мы восторгны. Мы находимся в детской. Это наша тоже любимая комната. Здесь отдыхают и играют наши дети. Нам всем очень нравится. Свет гармонирует с нашими обоями. В общем, мы все очень довольны. Верхняя часть у девочки, нижняя часть у сына. Тут же у нас есть и игрушки. В этом шкафу у нас все детское. И вещи, и игрушки, и книги. Это наша любимая спальня с супругом. Наш шкаф компактный, очень удобный. Очень хорошо дверцы открываются, закрываются бесшумно. Мы очень любим нашу комнату. Благодаря Ирине она очень уютная, теплая и домашняя.